А пока давайте познакомимся с нашей первой гостьей. Я думаю, что нужно рассказать немного о ней, кто она, что, чем она занимается. Сегодня, потому что достаточно необычный человек у нас в эфире. Во-первых, нашу гостью зовут Екатерина Кожевникова. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Любовь. Очень приятно находиться на вашем телеканале, так скажем, на новом проекте, который заявил о себе в Березняках. И мне, конечно, первой гостьей быть у вас очень почетно. Да, я очень рада, что вы к нам пришли, попробовали свои силы тоже. Вот вы сегодня написали, что вы давно не были на ТВ. То есть вы когда-то у нас были и в роли корреспондента? Я в 2013 году работала на телевидении Верхниками ТВ в качестве ведущей новостей. Очень здорово. Хорошо. Ну, я надеюсь, что сегодня этот опыт вам пригодится. Может быть. Что-то вспомните из того, как это было. Конечно, на ТВ Верхниками в свое время работала я, когда это только называлось ТНТ Березники в 2012 году. Сегодня ваша тема – это трансформационная игра «Денежный поток». Вот это, я так понимаю, и есть вот этот вот «Денежный поток». Что это за игра? Можете рассказать более подробно? Да, все верно. Только я начну с того, что я немножечко представлюсь, да, поподробнее. Еще раз, меня зовут Екатерина Кожевникова. Я основатель и руководитель компании по организации корпоративных событий. Я основатель и идейный вдохновитель новогоднего проекта «Саня и Деда Мороза». На данный момент веду этот проект как бизнес-тренер. И на данный момент я начала развиваться немножечко в другом направлении, как специалист по СПА-программам, по ламинированию ресниц с кисточковым массажем, по обертыванию тела, но и еще как трансформационный коуч, как ведущий трансформационных игр, а также специалист по метафорическим картам. Бизнес-тренер, бизнес-коуч. Это мои новые направления. Я очень безумно рада, что они у меня появились. И я хотела бы поделиться с тем, что же такое трансформационная игра. Потому что не все в Березняках знают, что это такое. И хотя трансформационные игры уже заполонили, мне кажется, весь свет, весь мир. Или, может быть, мне просто так кажется. Что же такое трансформационная игра? Вообще, если говорить, отталкиваться от словаря, то слово «трансформация» — это перевоплощение, переизменение, изменение себя. И если это говорить, что трансформационная игра — это возможность использовать такой легкий, экологичный, безопасный инструмент в развитии себя и своей личности. Но это в первую очередь только для тех, кто хотел бы работать над собой. Если знает, что где-то, прошу прощения за слово «затык», то здесь надо поработать. И существуют разные игры на разную тему. В моем арсенале сейчас «Денежный поток», трансформационная игра «Древо жизни» и «Лабиринт Минотавра». Я сегодня остановлюсь на трансформационной игре «Денежный поток» и на метафорических картах. Почему вместе? Потому что в игре я применяю оба эти инструмента, потому что один без другого никак. Если говорить о «Денежном потоке», то я считаю, что эта игра должна... Ну, может быть, не должна, но каждый предприниматель, кто вообще занимается бизнесом и не понимает... Вроде бы бизнесмен, но не понимает, куда расходуются деньги. Чаще всего это так и бывает. Ну, вроде бы бизнес есть, предприниматель, и, ну, вроде бы и все. Но дальше понимания нет, куда они уходят. И вот эта игра как раз таки позволяет увидеть, как человек расходует деньги, как он взаимодействует с деньгами. И помимо этого я еще лично внесла в эту игру дополнение работу с убеждениями, которые чаще всего сталкиваются с... Ну, к вопросу о деньгах, да, потому что очень много тут можно рассказывать, говорить. Такие известные, наверное, убеждения, что я не достоин больших денег, да, и, например, такая вот сумма не придет. Вот есть, например, у кого-то есть потолок свой, да, вот больше этой суммы мне и не надо, мне хватает. Вот. И здесь я как раз стараюсь прорабатывать эти темы уже в процессе игры. И в конце мы уже подводим итоги. Вот. Если говорить о том, как же мы играем, то эта игра известна очень давно, ее изобретатель, всем известный Роберт Киосаки. В 97-м году он издал эту игру. Может на ее, конечно, сравнить с Монополией, но ничего близкого. Какие-то моменты есть очень близкие, но не стопроцентные, я бы сказала. Здесь есть два круга. Один, так называемый, крысиные бега, в которых чаще всего находятся люди, да, которые изо дня в день работают, с утра до вечера, и находятся в таком положении, что они получают деньги, затем они платят налоги, а потом они только тратят на себя. А эта игра позволяет научиться тому, чтобы получать деньги, тратить на себя, а потом платить налоги. Ну, то есть немножечко наоборот. Если говорить о крысиных бегах, то знаете, наверное, книгу «Богатый папа, бедный папа» там. Да, конечно. Это как раз первое, что возникло в ассоциации с именем Роберта Киосаки. Да, да, да. Это такой бестселлер. А как вырваться-то вот из этого круга? Вот я сейчас хотела как раз таки перейти. Дело в том, что в книге как раз говорится о двух папах, и в этой игре они тоже присутствуют. Малый круг — это круг бедного папы, а большой круг — это круг богатого папы. И чем же они отличаются? Если малый круг и бедный папа задаётся вопросом, а как, вернее, не как, а у меня нет на это денег. Это мышление такого пассивного человека, который не хотел бы ничего делать в своей жизни. И он позволяет себе расслабиться и просто течь в жизни так, как она идёт. А богатый папа говорил, а как я могу это добиться, а как я могу это получить? И вот этот большой круг как раз таки показывает. А как? Какие возможности? Так вот, из малого круга мы выйдем только тогда, когда будет заработана сумма пассивного дохода, равная расходам. Только в этом случае. И затем уже спокойно переходим на большой круг, где есть сектора с мечтами. На любой сектор мы, во-первых, на игру заходим со своей искренней мечтой. Это может быть мечта денежного характера, может быть, неденежный характер. Это любая абсолютно мечта, которая вот мечта, но которая может перейти в цель. И поэтому сначала мечта, потом мы уже заходим в игру и начинаем стремиться к тому, чтобы выходить из малого круга. Вот выходя из малого круга, скажем так, здесь действительно мы можем попробовать, как в жизни, да? Но что вот в первую очередь, у нас вот переход какой-то. Это что? Это инвестиции какие-то человек учится делать, да, получается, благодаря этой игре? Да. Когда он находится в малом кругу, пассивный доход, он может заработать только тогда, когда он начнет правильно вкладывать деньги. То есть его пассивный доход... Сейчас я просто могу объяснить, у нас есть в игре вот такие ведомости, с которыми каждый человек уходит после игры. Эти ведомости заполняются в течение игры. Здесь, во-первых, у нас есть профессии, с которым человек, который выбирает, да, у разных профессий есть. Например, какие есть? Ой, разные. Кстати, вот с точки трансформации тоже можно смотреть, какую карточку вытянул, например, человек, с какой он зашел в профессии. Либо это адвокат, либо это медсестра, либо это пилот, либо это врач или учитель. Все жизненные профессии. Представляем, что сейчас мы с вами попробовали начать эту игру. У вас с собой ведь эти карточки? Да, да. Давайте попробуем. Может быть, мне, например, если бы я начинала эту игру, какая карточка бы вытянулась? Я вот хотела бы узнать. И, может быть, вы мне сразу расскажете, какие могут быть мои дальнейшие действия в роли вот этого вот персонажа этой игры. Любовь, смотрите, для того, чтобы нам сейчас вообще начать ходить в игре, нужно посмотреть профессии. Сейчас я могу достать профессии. Есть даже специальные списки брошюрки такие, да? Да, это карточки, которые вы выбираете, любые на выбор. Можете выбрать. То есть, вот допустим, что-нибудь прям из-под низу. Так, ваша профессия адвокат. Цель создать свой пассивный доход, чтобы он стал большим, чем ваши общие расходы. То есть у нас вот такая вот карточка. Да, дело в том, что в этой карточке нам рассказывается уже о том, что здесь есть расходы, да? И когда банк выдает деньги, у нас есть денежные средства здесь, да? Ну, это доллары. И когда банк выдает пассивный доход, он уже за минусом тех расходов, которые есть. И задача в том, чтобы... Вот у нас сумма расходов, допустим, вот вы видите, да? 5-420. Игрок должен, участник должен заработать 6 тысяч. Ну, или 5 с половиной тысяч для того, чтобы пассивного дохода. То есть это то, что приносит ему его вложение. Когда он начинает заставлять деньги работать на него, когда он вкладывает в развитие бизнеса, да? Когда он покупает бизнес, когда у него вытягиваются карточки, да? И ему повезло, он может купить либо акции, либо недвижимость, либо квартиры, либо облигации. Все это приходит. Опять-таки, игра очень такая тонкая, и поскольку она трансформационная, да? А что трансформируется, интересно? Вот, извините, что... А вот смотрите, когда вы кидаете кубики, да? Вы думаете, о, мне бы возможности, о, мне бы возможности, да? Вы вытягиваете, у вас притягиваются возможности, но вы уже накупили себе много недвижимости, да, так скажем, но она вам не дает возможности заработать ваш этот пассивный доход. Он вроде бы и есть, но на большие дела вы не можете выйти. И здесь приходит на помощь рынок, когда есть в голове осознание, то, что мне нужно, чтобы сработал рынок. У нас вы говорите о том, что все, рынок должен сработать, и вы притягиваете своим внутренним полем рынок. Вчера у нас состоялась игра, как раз-таки, в Арбате, и у нас с игроками это как раз проверяется. Она говорит, да, мне нужен рынок. Хоп, у нее ход, и она выпадает у нее на рынок. Я хотела бы еще сказать, что у нас есть вот эти игры, когда они трансформационные, да, когда они не просто настольная игра для вечернего времяпровождения всей семьи, а когда они немножко глубже, то я задумалась о том, а где же эти игры проводить. И встал вопрос о том, что мы часть своего времени с семьей находимся в поселке Майкар, и у нас появился совместный тандем с Евгением Смертиным. Мы разработали с ним совместный проект, называется «Перезагрузка в стране ВИСУ». Это то место, где, ну вообще природа, это то место, где застывает время, где не звонит телефон. Он не просто не звонит, он просто не звонит. А когда он звонит... Это именно в поселке Майкар? Да, это в поселке Майкар. А как березняковцы туда попасть могут? Они могут записаться, да, у нас в любое время, когда есть, допустим, желание, они могут организовать свою группу, компанию, либо со случайными людьми, которые едут из Березняков, либо... Майкар, это у нас под Пермью поселок находится? Нет, это в сторону Кудымкара. Это как раз господин Решетников проезжал по этой дороге буквально недавно. Вот, это место, где мы... У нас там есть этнографическая программа, также будет проходить мастер-класс по изготовлению денежного талисмана, а также, господи, плов на костре, приготовленный королевские шанги, у нас немножко совсем остается времени, да, буквально вот уже 4 минутки. Давайте еще скажем, где вас можно найти, то есть как к вам могут люди обратиться, чтобы поиграть во всякие трансформационные игры, возможно, как-то развить свое самосознание предпринимательское? Ну, во-первых, можно меня найти в интернете ВКонтакте, Кэтрин Коуч, Кэтрин, нижнее подчеркивание Коуч, можно найти, ну, просто по имени Екатерина Кожевникова, можно позвонить по телефону. Можете назвать? Да, 8-908-264-33-66. Можно записаться на любой день, если у вас есть группа, вы сами можете записаться, а можете в те дни, которые я обозначаю. Игры в Березняках нам предоставила возможность играть в ресторане Арбат, у нас игры будут проходить на базе этого ресторана. Если есть желание, то можно и дома, а можно у нас в поселке Майкер. Вот, еще, что хотелось бы сказать, я за то, чтобы люди открывались этому миру и познавали новое, и старались все-таки выходить на новые уровни, и чтобы все были счастливы и в достатке жили. Угу, ясно. Вот, смотрите, и давайте напоследок еще упомянем такую замечательную вещь, как метафорические карты. У нас сегодня, может быть, даже чуть-чуть побольше времени, потому что у нас следующая гостья предупредила, что она сегодня не сможет присутствовать, у нее открытый урок, и она к нам подойдет на следующей неделе. Вот. Тогда мы с вами продолжаем, и мы с вами попытаемся вот использовать вот эти вот замечательные карты. О том, что есть метафоричные карты, метафорические карты, я вообще слышала, конечно, даже работала с ними, с психологом нашим пермским. Ну и, собственно говоря, вот хотелось бы у вас узнать. Я им воспользовалась несколько раз, когда у меня была достаточно сложная ситуация. Мне нужно было расставить свои жизненные приоритеты, что для меня важнее. Допустим, вот реально в личных отношениях меня убирали комплекс ученика и учителя по отношению к человеку. И после этого моя жизнь кардинальным образом поменялась. То есть стало как-то по-нормальному воспринимать людей, скажем так, мужского пола. И хотела бы спросить здесь. Любовь, то есть они вам помогли? Да, да. Здорово. А какие у вас есть примеры счастливых вот таких вот преображений? Приходят ли к вам к ученике, которым сложно реально, психологически? Да. И мы с вами покажем, да, сейчас как эти карты работают. Да, сейчас разные картинки. А что это за колода у вас? Эта колода называется «Эмоции судьбы». Вообще я хочу сказать, что метафорических карт огромное количество, огромное просто. Столько сейчас авторов метафорических карт, столько появилось художников, которые рисуют метафорические карты. И каждый специалист, который хотел бы работать с этими картами, он выбирает для себя те, которые ему по душе. Вот эти карты мне пришлись очень по душе. Они многие вопросы лично и мои проработали, и других людей, которые ко мне обращались. Хочу сказать, что у некоторых, когда вот для женщины, например, да, вот эти карты очень важны. С помощью этих карт развиваются и интуиция, и воображение. Для женщины, как для раскрытия женских качеств, это очень полезное качество. Вот. И поэтому здесь можно даже просто тренинги такие устраивать по развитию женской интуиции и воображения. Давайте попробуем... Секунду, я тогда отложу микрофон. Я могу выбрать, допустим, какую-то одну карту, да, и мы попробуем, что как они вообще работают. Ну да, я думаю, Екатерина, вам лучше будет как реально практикующему человеку объяснить нашим зрителям суть работы этих карт. Я вот как просто человек, который это пробовал, а вы как специалист. Я хочу рассказать о том, что, да, действительно, метафорические карты — это инструмент. Он инструмент для психологов, для коучей, для тренеров. И они существуют на разные темы, на личные взаимоотношения, на родительские связи, на отношения к деньгам, кстати, тоже они существуют, да, разные. Вот. Карты работают таким образом, что можно увидеть, что здесь разные картинки, да, разные картинки. И человек, в зависимости от того, когда он вытягивает левой рукой, когда он связывает своё творческое, да, с, вернее сказать, что левая рука, да, с бессознательным у нас связывается, и человек вытягивает ту карту, которая, ну вот, именно для него. И когда он видит эту карту, то никакого другого опыта он не скажет, как именно тот, который у него прорабатывается. Вот сейчас давайте просто на примере зададим вопрос. Вы сейчас проговорите слух или про себя настроитесь на вопрос такой. Моё эмоциональное состояние сейчас? Вот этот простой вопрос, да? Моё эмоциональное состояние сейчас? Да. Можно немножечко подышать, вдох-выдох сделать глубокий. И левой картой я сейчас перетасую, вы вытяните карточку. Давайте. Моё эмоциональное состояние сейчас вытягиваете карту. Вот такие замечательные у меня. Так, кладите. Вы можете посмотреть на эту карту. И первый вопрос, который я могу вам задать, нравится вам эта карта или нет? Да, она мне нравится. Она вам нравится. Какие чувства, какие эмоции она вам несёт? Ну, я думаю, что это какая-то новая встреча, это начало новых каких-то хороших отношений. То есть на ней изображены двое партнёров, которые действительно любят друг друга, у которых достаточно тёплые отношения и которые на самом деле, вот, ну, как бы, как сказать, близки друг с другом. Отлично, здорово. Это то состояние, которое сейчас, это как замер такой. Это можно... Мужское и женское сочетаются тут. Да, здесь можно в открытую вытягивать карты, да, вы можете в открытую вытянуть. Здесь можно поговорить о том, например, о предназначении. С помощью вот этих карт, они универсальные карты, можно поработать и на предназначение, как в жизни. А вот это интереснее гораздо, да. Сложнее тема, глубже. Это глубже тема, да, и она прорабатывается намного, как бы, тоже длиннее по времени. Даже её сейчас, наверное, вот за короткое время не объяснить, но здесь проходит она в коучинге, она прорабатывается. Что нужно человеку понять для того, чтобы осознать своё предназначение? И всё это делается с помощью карт. Какие у него цели? Когда мы знаем своё предназначение, свою миссию на Земле, да, нам легче двигаться, и мы понимаем уже наши цели. И, соответственно, уже воплощаем и делаем результаты. Здесь не только по предназначению, здесь может быть и похудение, рождение ребёнка, выйти замуж, различные вопросы. Ещё раз? Ещё можно по проекту нашего ток-шоу по развитию что-то. Давайте посмотрим, попробуем, скажем так, погадать на метафоричных картах, на метафорических, сколько у нас чего, как получится. Самое главное, я так понимаю, эти карты отображают состояние и здесь, и сейчас, могут работать таким вот прям мерилом. Ну, чуть-чуть на будущее тоже, да. Не забываем, что у нас микрофон, мы говорим всегда только микрофон. Чуть-чуть на будущее, да, но они нисколько не гадани. Это просто мы достаем, благодаря этим карточкам, тот именно опыт, который сидит внутри нас. Хорошо, понятно. Вот смотрите, вы можете задать вопрос, давайте так, чтобы попроще немножко было. Вы сейчас можете сформулировать вопрос по поводу проекта, и чтобы ответ был да или нет. Так, ну так категорично я, наверное, не могу, мне хотелось бы узнать более подробно. Будет ли развиваться наш проект? Как будет развиваться наш проект? Тут тогда, вот если вопрос, как будет развиваться, тогда это немножко побольше, надо карт разложить, и нам времени сейчас не хватит. А тогда будет ли развиваться наш проект? Будет ли развиваться наш проект? Устраивает вопрос, ложится? Давайте, да, попробуем. Да, давайте тогда. У меня красная. Поменять бы трейку можно, но у нас, в принципе, есть второй микрофон. Вот, держите. Вытягивайте карту, задавайте вопрос сначала. Так, как будет развиваться, а, будет развиваться наш проект? Да. О, какое интересное. Так, да. Ну, конечно, для меня это кажется, карта какая-то странная такая. Она для вас приятная или неприятная? Не очень. Не очень приятная. Так, хорошо. Ну что тут? Она может, вот смотрите, она может отражаться как лично вас конкретно, да? Ну просто по состоянию даже. Либо она может, мы можем ее перетянуть. Давайте перетянем. Вы можете помешать сами. О, какой замечательный ребенок. То есть, да, у нас, мне кажется, наш проект вполне соответствует такому маленькому ребенку, который сейчас вот в данный момент у нас уже... Только начинает. ...подрос, да, уже какие-то действия пробует. Но, тем не менее, он маленький, его еще надо учить всему. О, и вот эта карта мне показалась действительно соответствующей. И мне хочется, чтобы этот ребенок у нас вырос, чтобы у нас все получилось. Да, вам успехов больших. Да, спасибо большое, что сегодня у нас поприсутствовали. Я думаю, что не первый раз вы к нам и не последний придете. Будем рады с вами посотрудничать. Также приглашаем вас в роли у нас соведущей попробовать. Может быть, кого-то из своих друзей, коллег, психологов у нас. И трансформационных коучей позовете, потому что тема интересная. Ну да. Ну, так скажем, в Березниках я еще пока не знаю пространства в этом плане, потому что чаще всего я в других городах развиваюсь, учусь. И получаю образование в Перми, в Челябинске, в Москве. Вот скоро будет конференция по метафорическим картам в работе в гипнотерапии. Я сейчас состою в организации, в ассоциации по гипнотерапии в Москве. И, ну, это тоже для меня такой этап, рост. И очень так, ответственно. Хорошо, ладно. Все, спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Благодарю. Увидимся. У нас сегодня в гостях была Екатерина Кожевникова.